Амурская областная филармония Сказка для тех, кто не верит сказке На тетрализованное шоу, которое будет проходить ежедневно, может прийти вся семья Творческие коллективы детской филармонии А это театр танца Дэфи, эстрадная студия Фиерия Творческая студия Театр плюс ЦРК Объединятся для того, чтобы создать сказку Которую, поверьте мне, обязательно поверят все, кто будет находиться здесь Наше новогоднее представление рассчитано на абсолютно разный возраст К нам приходят дети от ноль, плюс, если мы говорим по афише То есть это детки, которые приходят на руках у мамы или у папы И заканчивая подростковым возрастом до 12-14 лет У нас все это наши постоянные зрители Почему? Потому что в этом году мы хотим попробовать И мы это заявляем и анонсируем уже новый проект В чем суть его? Так как фойе филармонии не очень большое по объему А зал вмещает до 500 человек Но в целом мы продаем всего лишь 300 билетов И получается такой момент, когда дети уже взрослые Родители пришли на сказку, но им вроде не очень комфортно находиться в фойе вместе Поэтому мы родителей, тех, кто готов, оставляем в зрительном зале Дети выходят на дискотеку в фойе А родители очень спокойно наблюдают за всем происходящим на больших экранах Которые транслируют все, что происходит здесь в фойе 20 декабря в Амурском областном доме народного творчества Откроется выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества Мышиный переполох И экспозиция областного конкурса елочных игрушек Новогодняя фантазия Подробнее в интервью Санны Филоненко Елочные игрушки к нам пришли со всей Амурской области У нас, наверное, даже не хватит гирлянд На которые мы планировали это вешать Потому что у нас их получилось очень много 20 декабря у нас будет эксклюзивное мероприятие Никогда такого не было в Амурской области У нас будет Эвенкийский Новый год В принципе, этого на Дальнем Востоке еще не проводили У нас появится Синильга Это героиня Эвенкийского эпоса В сквере Дома народного творчества Впервые встретятся и Эвенкийский Дед Мороз И наш Амурский Дед Мороз Как это будет, приходите и увидите Это будет в 17 часов в сквере Поэтому одевайтесь тепло Будут интересные уличные игры Которые приедут к нам с Селемжинского района Специально к нам едет ансамбль Дюгалдын Который будет водить хороводы 21 декабря в нашем зале пройдет музыкальная сказка Ночь перед Рождеством Которую сейчас готовят маленькие ребята Из ансамбля русской песни «Перекати поле» Окунуться в мир волшебства и сказки Предлагают актеры театра драмы С 20 января в культурном учреждении Начнутся праздничные представления Там много очень действующих лиц Она такая, знаете, история королевства Как у некоего, в котором происходит бал Потому что девочки, принцессы выросли И у них прошли экзамены И они становятся взрослыми И вот повзрослевшие принцессы История такая там В общем, главное в центре семья Не важно, королевская, не королевская Главное семья Потому что Новый год – это праздник семейный Короткая, веселая, захватывающая Полудетективная Но во всяком случае всем понятная Вот такая сказка В областном краеведческом музее На этой неделе откроется выставка Посвященная итогам работы музеев Амурской области Кстати, уже сейчас идет подготовка К новогодним праздникам Чем будут удивлять посетители Расскажет Марина Боевец Мы предлагаем нашим посетителям Всем и гостям, и жителям города Новогоднюю программу Которая называется Новогодняя карусель Карусель, потому что Мероприятия будут проходить С 3 января по 8 Вот эти все новогодние праздники Музей будет работать Открыт с 10 до 19 Но начинаем наше мероприятие Мы уже еще в декабре То есть, когда последние выходные декабря У нас состоится первое наше новое Тетрализованное мероприятие Которое называется Абаба-яга против Это новое мероприятие Где ребята смогут Поучаствовать в играх, плясках, танцах С Дедом Морозом Пройти по музею В поисках новогодних атрибутов То есть, это будет такая новогодняя круговерть Будьте с культурой на «ты» Проводите время с пользой И до новой встречи в нашем эфире Партнер программы Кафе евроазиатской кухни Евразия, город Благовещенск Улица Ленина, 197 Телефон 416-2-58-30-30 Редактор субтитров А.Семкин